Сняла сюжет о герое, который в предыдущий кризис, но увидел пустующую нишу и прекрасно себя сейчас чувствует. Кто-то теряет, а кто-то находит. Даже во время финансового кризиса, проявив смекалку, можно заработать. Шесть лет назад в Петергофе я открыл велопрокат. И после этого наступил кризис. Я заметил, что несмотря на кризис, количество туристов в Петергофе возросло. Я догадался, что люди стали больше путешествовать по своей стране и меньше выезжать за рубеж, потому что это дороже. А Петергоф ведь не только столица фонтанов. Здесь множество исторических парков. Мы придумали организовать велоэкскурсии в эти парки, потому что турист сам до них доехать не может, а на велосипеде с экскурсоводом он это сделает с удовольствием. Сейчас мы с успехом проводим эти велоэкскурсии по Петергофу. Таким образом кризис помог мне развить мой бизнес. Давайте прокатимся. Да. Максим, а сколько стоит экскурсия на одного человека? Одна экскурсия стоит 700 рублей. В 20,5-3 часа она длится. А посмотреть-то можно, как это все происходит? Конечно можно. У нас сегодня индивидуальная велоэкскурсия. Давайте догоню ее. Да, хорошо. Хорошо. Собор Святого Петра и Павла построен в 1904 году архитектор Суслов. Старорусский стиль. Здравствуйте. Сейчас мы с вами находимся на берегу Ольгиного пруда. Удивительная история связана с этим прудом, что на самом деле этот пруд искусственный. Хотя, если вы посмотрите, он выглядит очень естественно и удивительно вписан в ландшафт Петергофа. А теперь продолжим нашу экскурсию. Аня, ну пользуются эти экскурсии успехом? Да, пользуются. Вот сегодня у нас экскурсия индивидуальная для 4-х человек, а вообще бывает до 20-ти. Не надо изобретать велосипед, чтобы заработать много денег. Нужно просто его грамотно продать. Ну, если вашим...